друзья мои у нас есть еще один вопрос на сегодня и вот он вот такого плана этот вопрос мне кажется что многие страхи и блокировки берутся из детства какая-то ситуация какое-то воспитание ограничения которые дали тебе родители или кто тот кто воспитывал после этого это транслируется на всю жизнь крепко засевших подсознание но в общем лучше приведу сразу парочку примеров знакомство с девушками на улице или в любом другом месте общение большом количестве коллег на работе иногда бывает некомфортно ощущение на меня все смотрят что обо мне подумают меня критикуют когда один на один или несколько людей такого нет страх привлечь себе внимание например поругаться в магазине да и вот сам вопрос вопрос такой как вы думаете откуда страхи берутся и что делать если тебя начинает сильно колбасить колотится сердце в общем и общее очень нервное состояние кидает тоже а кто холод и тому подобное действительно ли чтобы преодолеть любые страхи или мысли которые тебя зажимают нужно просто делать это постепенно постоянно увеличивать сложности забивать страх количеством повторов давайте разберемся вообще чем связаны страхи на конечно же это правильно было помещено что страхи у нас идут из детства и что страхи связаны с тем что наверное в детстве нам опять же наши любимые школе мы испытывали какое-то унижение когда над нами смеялись одноклассники или что такое и было при этом очень неприятное ощущение его страх снова испытать это ощущение он блокирует нашу волю заставляет потеть и переживать и заставил делает невозможным сделал самые простые действия действительно высказаться где-то вслух на при большой аудитории опасаясь что тебя будут высмеивать да сделал девушки какое-то предложение опасаясь что она тебя откажет и так далее но чтобы я тут сказала во первых со страхом нужно научиться не бороться и не подавлять его ни в коем случае а с ним нужно научиться разбираться как-то да его нужно как-то научиться так в кавычках скажем обманывать ну во первых нужно понимать отдавать себе отчет в том собственно чего конкретно мы боимся если это разговор сотрудниками да то мы боимся показаться некомпетентным и для того чтобы не выглядеть сильно некомпетентным если вы хотите высказываться то конечно поступлению и к чему-то нужно подготовиться если это страх что девушка в чем-то откажет то это совершенно другая история и здесь мы имеем дело с тем что ну девушка откажет да ну 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 и что и что будет дальше либо может быть вторая попытка либо можно найти другую девушку да то есть это не так страшно но по большому счету мне хотелось бы вот на чем тут сконцентрироваться вот такая позиция что уже повторяете нагрузку постепенно это все хорошо до тренировками можно заставить себя как-то потихонечку привыкнуть до к такому состоянию и тем самым немножечко со страхом как-то вот договориться но что бы я тут хотела сказать дело в том что шекспир еще говорил что вся жизнь это театр и и все люди в ней актеры мужчины и женщины все люди в ней актер получается такая интересная штука что я слышала интервью с очень многими актерами и они по жизни довольно таки замкнутые необщительные люди чего не скажешь когда видишь их на экране вся мулька до этой истории в том что когда мы берем на себя какую-то роль то мы не являемся сами собой мы играем эту роль и мы по жизни совершенно естественным образом играем разные роли да тут у нас роль родителя тут у нас роль сотрудника тут у нас роль начальника тут у нас роль подчиненного и так далее и тому подобное и мы берем на себя эти роли неосознанно то есть мы их играем вписываясь вот в те конкретные ситуации которые нам предлагает жизнь что касается страхов мы можем сознательно на себя примерить какую-то роль причем я бы даже сказала что в психологическом смысле имеет смысл дать этой роли имя например весельчак но я условно говорю и вот когда мы идем в какую-то компанию да мы надеваем на себя роль весельчака и мы говорим это не я а это некий весельчак это просто моя роль такая да и все что будут люди говорить нелицеприятного они будут говорить не мне они будут говорить вот этому человеку под именем весельчак и меня это не может никак задевать потому что вообще ко мне не относится и я слышала что это такой приемчик он такой нехитрый но вот актеры да будучи очень такими замкнутыми и уж представьте себе какие они ранимые люди да какое у них это и как они переживают за свою репутацию и все такое прочее тем не менее они могут в кино и в театре играть совершеннейшие роли где они выступают очень негативными персонажами и их это не трогает именно потому что это роль они вживаются в эту роль они ее отыграли они ушли домой они ее сняли себя точно также можно поступать и в обычной жизни мне кажется что вот такой подход ролевой да он поможет снять вот это чувство страха что будут задеты какие-то самые сокровенные глубинные чувства которые наверное в детстве они идут из детства от родителей от школы и так далее и не хочется травмировать себя лишний раз да вот это опасение быть травмированным она вызывает вот это чувство страха невозможность открыть рот там где в общем-то его следовало открыть и что-то сказать ну вот мне кажется вот такой совет он может быть не очень длинный не очень полный но вот вот так вот мне кажется нужно было бы ответить на этом пока пока